На фоне ситуации с распространением коронавируса другие темы отходят на второй план. Все массовые мероприятия отменены, соревнования, форумы, фестивали перенесены. Сколько наша страна и республика в частности будет жить в таком режиме пока неизвестно. Однако в июне нам предстоит отметить столетие создания чувашской автономии. Все планы на праздник пока в силе, торжества должны пройти во всех районах. И вот тут возникает проблема – состояние сельских домов культуры. Ольга Пырочкина продолжит. Коллективам села Шахазана Канажского района и окрестных деревень повезло. Они могут больше не бояться, что во время танцев на сцене провалится пол. А в ноябре 2019 года здесь открыли новый дом культуры. Очень довольны, что новый дом культуры у нас наконец-то. Ой, такая красота. Здесь, наверное, приятно будет выступить всем. Строительство продолжалось полтора года, а бюджет – более 50 миллионов рублей. Инфраструктуру для досуга на селе начали развивать по национальному проекту «Культура». Однако добралась эта самая «Культура» пока не до всех российских глубинок. Село Тугаево Комсомольского района. Репетируют и выступают местные коллективы вот в таком здании. Впрочем, им тоже повезло. К концу года они должны заехать в новый клуб. Строительство идет полностью за счет республиканского бюджета. Это где-то 17 миллионов рублей, 16 миллионов за счет республики и миллион за счет местного бюджета. Вот здесь 20 лет жители тоже писали письма. 20 лет просили, потому что очень активное население. Там где-то около 600 жителей. В год столетия Чувашской автономии, средства на строительство, реконструкцию, ремонт сельских домов культуры и закупку оборудования выделяют по шести разным направлениям. Только по федеральному проекту «Культурная среда» на 100 миллионов 800 тысяч рублей в Чувашии построят 4 здания. В Урнарском, Канарском, Комсомольском, Чебоксарском районах отремонтируют клуб в Яльчикском. Ряд других объектов профинансируют по проектам «Местный дом культуры» и в рамках указа о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения республики и другим. Задача увеличить процент населения сельской местности, которая занимается творчеством, на 15%. Ольга Пырочкина, Республика.